Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале СМАВИ. Майор украинской армии Тарас Березовец. У нас сегодня уже ночь 6 января 2024 года и появились срочные новости, которые я хотел с вами обсудить. Речь идет о том, что поздно вечером состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Таипа Эрдогана, в котором речь шла, в частности, о усилиях Турции по прекращению огня в Украине. Турецкий президент в очередной раз предложил себя в качестве посредника и он заявил о том, что должен быть достигнут устойчивый мир, а двери должны быть открыты для переговоров. В оккупированном Крыму прозвучали взрывы в районе Керченского, он же Крымского моста. Также взрывы прозвучали в районе Евпатории и САГ. Об этом сообщают местные жители и телеграм-каналы. Руководитель Украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о том, что во время спецоперации украинских разведчиков Белгородской области тяжело ранили, цитата, знаковую личность, которую эвакуировали на вертолете. Кадыров обратился с просьбой к западным союзникам и к Украине снять санкции с его ближайших родственников в обмен на освобождение 20 украинских военнопленных. И на это уже отреагировали. Обо всем этом, друзья, коротко далее. Итак, в ходе телефонного разговора Джабты Пардыган подчеркнул важность возобновления работы зернового коридора, именно того коридора, против которого активно выступает Кремль. Как известно, Кремль предпринимает значительные усилия. Это террор гражданских судов, которые входят в украинские порты, минирование акватории, а также угрожающее действие и нанесение, в том числе, ударов по мирным гражданским судам, которые идут под флагами третьих стран. Тем не менее, Турция имеет с этого прямую и серьезную экономическую выгоду, поэтому заявления Эрдегана о необходимости возобновления коридора ничего удивительного за собой не несут. Также Эрдеган в очередной раз пытался продвинуть себя в качестве переговорщика между Украиной и Россией. Делает он завидной регулярностью, не упускает ни одной возможности. По крайней мере, каждый раз, общаясь либо с Зеленским, либо с Путиным, он напоминает о том, что Турция готова взять на себя соответствующие функции. И она готова стать площадкой для проведения переговоров. Один раз уже в Стамбуле проходили соответствующие переговоры. Было это в самом начале войны, еще весной 2022 года. Правда, эти переговоры в конечном итоге были сорваны во многом благодаря усилиям тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, о чем стало известно не так давно. Как известно, об этом недавно появились подробности. Борис Джонсон приехал в Киев и заявил о том, что будем воевать дальше. Таким образом, любые зыбкие возможности для переговоров между Киевом и Москвой были разрушены. Так вот, в очередной раз Эрдоган хочет, чтобы эти переговоры возобновились и состоялись именно на его территории. Его желание понятно. Повышение собственного статуса и повышение статуса Турции. И он выступил в очередной раз за немедленное прекращение огня, а двери должны быть открыты для мира, заявил турецкий президент. Также страны, помимо вопросов возобновления зернового коридора и прекращения войны в Украине, обсудили и другие вопросы. Как известно, Эрдоган выступает с критикой действий Европейского Союза. Он заявляет о том, что ЕС будет тормозить вступление в общеэкономическое пространство Украины и Молдовы, повторив, что подобный фокус в свое время провернули с его собственной страной и что, дескать, Турция уже давным-давно все критерии членства ЕС выполнила, но ее туда так и не приняли. И именно это, как считает турецкий президент, ждет в конечном итоге и Украину. Также стороны обсудили формулу мира по возвращению всех военнопленных. Турция сыграла роль, в частности, в обмене и возврате в Украину, в возвращении героев азовцев. Также Реджепердоган предназначил себя в качестве посредника по возвращению похищенных украинских детей. Эту идею также поддержал Зеленский, заявил о том, что здесь важно посредничество Турции. Последние дни, тем не менее, ознаменовались другим скандалом. Турция не позволила пройти двум британским минным тральщикам через ее проливы для использования Украиной, поскольку в Анкаре заявили о том, что это нарушит международный пакт о проходе через проливы военное время. Правда, ради справедливости эти корабли, которые были подарены королевским ВМС украинским военно-морским силам, они так и не попали, но тем не менее, надо напомнить о том, что Турция точно так же не пропускает и российские военные корабли, которые неоднократно пытались пройти через турецкие проливы в акватории Черного моря. Как говорится, здесь Реджепердоган демонстрирует равноудаленное отношение и от Украины, и от России. А вот Кадыров сегодня сделал очередное скандальное заявление, правда, позже он заявил о том, что это был толстый троллинг. Речь шла о том, что во время встречи с одиозным гражданином США, бывшим морпехом, зовут его Скотт Риттер, который принимает регулярное участие в российских пропагандистских шоу, и поддерживает кремлевский нарратив относительно того, что Украина является якобы маринеткой из Запада, и Запад использует в своих интересах. Так вот, встречаясь с этим самым Риттером, частым гостем программ пропагандистских шоу типа Соловьева, он заявил Кадыров о том, что готов обменять 20 украинских военнопленных в обмен на снятие американских санкций с его ближайших родственников. В частности, он упоминал своих детей, жену и родную мать. «Не виновата моя мама, жена, дочерь и племянники. Они никогда не участвовали в политических играх. Я воевал и буду воевать». Это была цитата Кадырова. Правда, позже он то ли передумал, то ли очевидно осознал, что ничего не произойдет, и его воспримут в очередной раз как клоуна, и заявил, что, дескать, это была шутка. Такой себе толстый троллинг. Об этом он написал в своем телеграм-канале. В свою очередь, Кирилл Булданов, начальник главного управления разведки Минобороны Украины, заявил о том, что слышит подобное заявление от Кадырова. Как минимум, странно подобное заявление, которое появляется через медиа. Если человек хочет что-то решить, он знает, как и на кого выйти. Если не знает, ему подскажут. Но поверьте мне, он знает. А предлагать через медиа, снимите санкции с моей семьи, и отдайте мне моих лошадей, которые находятся в другом государстве. Это немного странно, по-моему. Да, кстати, лошади тоже в этом обменифигурировали. То есть, снять санкции из ближайших родственников и вернуть его лошадей, которые были задержаны на территории других государств. Речь, в частности, идет о Чехии. Ну, видимо, эта история, очевидно, дальнейшего продолжения так и не получит. А вот в Белгороде украинские военные разведчики в время спецрейда тяжело ранили некую знаковую личность. Об этом также заявил Кирилл Буданов. С места происшествия раненого высокопоставленного россиянина эвакуировали вертолетом в Москву. Об этом он заявил сегодня в телевизионном эфире. Кого именно ранили, подробностей раскрывать украинская разведка пока не будет. Ну и, наконец, оккупированный Крым. Там уже несколько дней не стихает канонада после уничтожения в конце минувшего года большого десантного корабля «Новочеркасск», который, как предполагается, перевозил «Калибры». Его взорвали в порту оккупированной Феодосии. Горячо было в районе Крымского моста. Накануне был взорван засекреченный командный пункт под Севастополем. Об этом я рассказывал подробно в своем блоге сегодня. А вот сегодня также гремели взрывы в районе Евпатории, Сак, Новофедоровки и оккупированной Керчи. Об этом сообщают телеграм-каналы, в частности, Крымский ветер. Крымский, он же Керченский мост, был закрыт в районе Войково. Это поселок, находящийся недалеко от Керчи, видели вспышки. И это произошло в полдвенадцатого ночи. Также сообщается о том, что взрывы прогремели сегодня в районе Новофедоровки и Сак. Там находится российский военный аэродром. И жители Сочи в районе также 11 вечера сообщили о десяти взрывах и работе российской ПВО. В Михайловке возле военного аэродрома обломки упали на частный дом. Об этом также пишут телеграм-каналы. Ну и уже после полуночи местные заявили о том, что слышали пуск российской ракеты ПВО. Произошло это уже на севере Крымского полуострова в районе Армянска. Что именно было уничтожено, очевидно, узнаем уже сегодня утром. Подробности обязательно появятся, в любом случае будет интересно. Ну а в оккупированном Крыму, я думаю, что вся эта история продлится. И это, как говорится, только начало. Зима явно обещает быть горячей. Ну а про Белгород, в котором взрывы также звучат с регулярной частотой и говорить нечего. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на два других YouTube канала. Березовец Шортс и разбор полетов, закрепленных в шапке к профиле к этому каналу. Больше оперативной аналитики на моем телеграм-канале по линку под этим видео. Лайкайте, шерте, комментируйте, друзья. Это трансляция для того, чтобы ее лучше воспринимали алгоритмы YouTube. Друзья, берегите себя. Слава Украине, слава ЗСУ, слава главкому Валерию Залужному. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока.